Школьница Катя Невяжеская по сиделкам с подругами предпочитает ходить под парусами, когда ветер в лицо, а кругом синева. В секцию по парусному и водомоторному спорту ее привел папа. И вот уже больше года девочка учится вязать узлы, изучает речные карты и гоняет на лодках. Мне это нравится, потому что тут хороший коллектив, и вот это все время скорость, и вот эта вода везде вокруг. Меня почему-то к этому все время тянет. Секция парусного и водомоторного спорта в Мурме процветала во времена СССР. В 90-е система развалилась, и только полтора года назад активистами была создана секция ГЮС. Есть такая формула будущего по водомоторному спорту, где участвуют дети с 8 до 18 лет. Они учатся управлять мотором на надувных лодках, проходить дистанции специально, участвуют в чемпионатах России, в чемпионатах мира, в чемпионатах Европы. То есть ребенок в 8 лет может стать чемпионом мира. В ГЮСе сегодня занимаются около 30 ребят, школьники разных возрастов. Но все как один, влюбленные в водную стихию. Мне там нравится делать, кататься на моторных лодках. Мне нравится, что я учусь ездить на лодках, на моторных, парусных. Даниил Макаров занимается водомоторным спортом чуть больше года, но на прошедших соревнованиях в Химках смог занять одно из призовых мест, опередив более опытных соперников. Я сначала волновался, но я давно не катался, мы не выходили еще на Ауду. Когда мы приехали туда, это был первый выход на Ауду в этом году. Я, конечно, волновался, но как-то получилось у меня выйти в финал. Первые крупные соревнования для муромской секции парусного и водомоторного спорта показали, насколько велик потенциал ребят. Нашу команду заметили и уже пригласили на летние соревнования, которые пройдут в Санкт-Петербурге. А вот придется ли выступить ребятам в городе Наневе, со слов руководителя Ивана Рогова, вопрос открытый. Все прозаично и, как всегда, упирается в финансирование. Сегодня секция активно ищет спонсоров, благодаря которым эти юные мореплаватели имели бы возможность выступать и завоевывать победы для Мурома. Ольга Килешина, Николай Молоденов, Новости 24, Муром.